Приветствую, друзья! На мой взгляд, как пользователя и большого ценителя Deo серии ЦАПов от SMSL, им просто жизненно необходима какая-то новая идея. Не дизайн и не актуальные чипы, а некоторое переосмысление линейки, исходя из запросов потребителей. Так, в новеньком SMSL Deo 200 Pro вместо мало кому понятных AES EBU и i2s появился народный HDMI ARC. При этом сохранили поддержку APTX HD и LDAC кодеков для Bluetooth, DSD и MQA форматов, а также максимального разрешения в 32 бита 768 кГц. Впрочем, всем этим давно уже никого не удивить. А вот 12 чипов конвертера совсем другой разговор. Да, тут стоит и одновременно работают 12 преобразователей Cirrus Logic CS43131. Что из этого получилось, о том и будет наш сегодняшний разговор. Поехали! Коробка у серии никак не изменилась. Из важного на ней лишь логотип пройденной Hi-Res аудио сертификации. В комплекте шла документация, пульт управления, Bluetooth антенна, относительно короткий Type-C кабель и стандартный уже шнур питания с заземлением. Блок, как и всегда у SMSL, заботливо спрятан внутри корпуса. О пульте нового ничего не скажу. Он все так же матовый, с возможностью переключать входы и выходы, бегать по системному меню и регулировать уровень громкости. В плане геометрии герой обзора скорее продолжатель традиций Deo 400, чем Deo 200 или Deo 300. Он чуть поменьше в ширину и длиннее в глубину. Появились всякие симпатичные вырезы. Ну и пересмотрели расположение дисплея с многофункциональным регулятором. По входам исчезли ASEBU и i2s, а вместо них появился родной любому киноману HDMI ARC. Bluetooth как село оптику оставили без изменений, а вот USB с порядочно устаревшего Type-B перешел на более современный порт Type-C. Ну а на выходе все так же пара RCA и два балансных XLR. Дисплей тоже не изменился. На него выводится информация о активном аудиопотоке и текущий уровень громкости. Регулятор мы получили из Deo 400. На мой взгляд, он немного удобнее и имеет более четкий и упругий ход. В системном меню можно выбрать один из пяти входов и один из трех вариантов вывода сигнала. Любой из пяти цифровых фильтров, включая знаменитый Non-OS версию UAC, включить режим с фиксированной громкостью, ну и выбрать разное, что связано с возможностями самого дисплея. Да, у нас отняли подстройку джиттера, направление фазы и окрас, но все это было скорее для количества, чем действительно необходимый пользователю функционал. Так что толком мы ничего не потеряли. По начинке здесь целых 12 чипов Cirrus Logic CS4331, 5 операционных усилителей OPPO 1612, XMOS XU316 на USB и Qualcomm QCC5125 на Bluetooth. Вот первое реально интересно, а остальное еще со временем Deo 200 MK2. Кстати, после Deo 300, где максимальный уровень подняли до плюс двух децибел, нигде такого финта я больше не увидел. У всех стандартные 0 децибел. Наверное это и правильно. Под Windows 10 и 11 ЦАП определяется автоматически и готов работать посредством VSAP драйверов. Однако софт от XMOS настолько стабилен и гибок, что я в любом случае советую его установить. Тем более, что с ним мы можем регулировать задержку и пользоваться профессиональным ASIO интерфейсом. Со смартфонами, планшетами и различными телевизионными приставками ЦАП тоже работает, в том числе и через тот самый BitPerfect режим. Ну и не забываем о Bluetooth с поддержкой самых актуальных на сегодня кодеков. Да, качество по воздуху немного хромает, зато удобство буквально зашкаливает. Измерения я снимал в 24 бита от 96 кГц на ЦП и Ванда Космос. В результате имеем все графы в положении отлично, причем как для RCA, так и для пары XLR. Естественно, балансные выходы дают чуть лучшее значение, но там все далеко за пределами человеческого слуха. В любом случае у них шикарная линейность АЧХ, шумы на уровне минус 156 дБ, великолепный динамический диапазон и искажения на уровне минус 140 и минус 134 дБ для XLR и минус 132 дБ для RCA выходов. Это, соответственно, гармонические и интермодуляционные искажения. В процентах это не менее феноменальные четыре и шесть сто тысячных. Что сказать, образцово показательный ЦАП. Звучание же его поначалу меня, скажем так, не сильно впечатлило. То же самое произошло и при следующем подходе к тестированию. Пока я не догадался обновить прошивку и не обнаружил, что уже доступна версия 1.2. Сам процесс довольно простой, но есть в нем один важный нюанс. Софт работает только при подключении по USB формата 2.0. Пришлось сдувать пыль со старого ноутбука и уже на нем весь процесс не занял ни пяти минут. Причем потраченное время того точно стоило. ЦАП наконец-то раскрылся и начал соответствовать высокой планки моделей DO200. Но это так, вместо вступления. Из двухсотой серии к нам перекочевала и необходимость использовать усилитель HO200 на высоком гейне. Напомню, DO200 и DO200 МК2 раскрывались только на максимуме возможностей этого усилителя. Для DO300 же хватало и среднего уровня. Так вот, все вернулось и для DO200 PRO опять же понадобился высокий гейн. По характеру он не такой сочный, певучий как DO200 и DO200 МК2, разницы в звуке которых на мой взгляд почти не было. Но и не такой задорный и напористый как DO300. У нас словно немного подсушили серединку и слегка осветили верхнюю часть. Стало чем-то похожим на Burst & Playmate и Mytech Liberty Duck. Ярко, драйвово, чуток агрессивно, но очень подробно и сверхтехнично. То есть звук нашей линейки очередной раз пересмотрели. Если вам первые DO200 казались чересчур жирными, теплыми и недостаточно выразительными, это именно то, что вы искали. Как следствие различные тяжелые, агрессивные и электронные жанры звучат на PRO версии чуток поинтереснее. Со своим задором, скоростью, прозрачностью и прямо вычурной динамикой. При этом все вокальное, академическое и, например, джазовое, на мой субъективный вкус гораздо лучше раскрывается со старыми DO200 и DO300. Модель DO400 я лично считаю очень спорным экспериментом и вообще не хочу комментировать. Влияние фильтров тут ощутимо, но большей частью где-то на уровне подсознания. Единственный из них, реально стоящий нашего внимания, это вариант без оверсэмплинга. Он как бы убирает некоторую остроту на верхней части и чуток насыщает середину. Тем самым делаю эдакую улучшенную версию DO200, где веса уже без избытка, однако выше контроль и переходные характеристики. В модели явно чувствуется стационарное начало, глубокий текстурный бас, прекрасное разрешение, живая вовлекающая серединка и чуть подчеркнутые, но весьма комфортные высокие частоты. В целом подача у него с прицелом на четкость и скорость, но есть масштаб, глубина, тембральный объем, выразительность и хорошо выраженная эмоциональная составляющая. Я бы поставил это решение ниже DO300, но выше DO400 и примерно на один уровень с парой DO200. Ну а сам из-за большой любви к музыкальности остановился бы на DO200 MK2. Хотя для рока и металла уверен, лучше подойдет наша Pro версия. Получилось годно. Единственное префикс Pro тут не совсем уместен. Это скорее разновидность DO200 для всякого скоростного и хардкорного. За скобками остался лишь вопрос с количеством чипов конвертера. Зачем же их тут аж 12 штук? Глядя на измерения, я лично каких-то разрывных значений не увидел. Все столь же круто, как и было, например, у DO200 MK2. По звуку тоже. Лишь чуть-чуть переиграли баланс, отойдя от утонченной мелодики к скорости и драйву. В общем неплохо, но это не новая ступень, а скорее смещение в плане жанровой предрасположенности. После обновления прошивки и выбора фильтра без оверсэмплинга лично меня аппарат устроил на все 100%. Но еще раз повторю, он не снимает актуальности даже с первой ревизии DO200, не говоря уже о драконе DO300. Подводя итоги, новый стационарный ЦАП СМСЛ линейки DO200 без сомнения похорошел в плане дизайна. У него все также просто потрясающие измерения, множество полезных настроек, есть балансный выход и появилась поддержка HDMI ARC, которую вне всякого сомнения оценят все любители домашних кинотеатров. Сомнительные плюсы отнесу. Количество чипов конвертера. Я так и не понял, что же они нам дают. А в не менее сомнительные минусы пропажу сразу серии настроек из меню. Я сам в них рылся только в первый день и все оставлял без изменений, так что не считаю их сколь-нибудь необходимыми. Однако, наличие возможности всегда лучше ее отсутствия. Ну и у нас убрали аудиофюзские входы ASEBU и A2S. Если они вам нужны, смотрите в сторону прошлых ревизий или их экс-обновлений. По звуку же мы явно ушли от изящной мелодичности DO200 и DO200 MK2 и взрослой напористости DO300 к повышенной скорости, динамике, улучшенной артикуляции, более высокому разрешению и прямо серьезному уклону в техничную слегка агрессивную музыку. Конечно, это не новая ступень, но многие, кого не устроила подача DO200, наконец-то найдут столь желанный идеал. А на этом у меня все. Это была модель SMSL DO200 PRO. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них нужно подписаться. Всем, друзья, добра.